Борус, горный хребет на игое Красноярского края, находится в западном Саяне, расположенном в окрестностях поселка Черемушки, города Саиногорска, на берегу Енисея. Входит в состав национального парка Шушенский бор. Хребет включает в себя четыре вершины. Малый борус, пик Пойлова, пик, как называемый Большой борус, пик Кашурникова и пик кубинских революционеров, а в народе его просто называют пик дураков. Максимальная высота боруса 2318 метров. Борус на картах часто обозначают как гора Пойлова. На хребте есть три обжитые стоянки. Водопад Рябиновый 1200 метров, Пелехово 1500 метров и Бонзай. В зимнее время вершины покрываются снегом, который в зависимости от погоды может лежать до конца лета. Хребет находится на территории Красноярского края, но добраться к нему можно только через Хакасию. Можно доехать на собственном автомобиле по трассе 54 через Абакан или доехать на автобусе от города Саиногорск до конечной остановки поселок Черемушки. Вам нужно будет проехать или пройти по мосту, который проходит через реку Енисей на другой берег, уже из Хакасии в Красноярский край. После моста нужно будет пройти несколько километров до начала дороги, до визит-центра. Мы наконец-то в Черемушках и идем к нашей цели. Гору назвали так фамилией ее покорителей Борисова и Русанова. До этого гора называлась Пойлова. Но некоторые альпинисты не согласны с этим, так как название Борус на картах 1940-х годов уже встречается. То есть название было известно еще до появления здесь Борисова и Русанова. А согласно хакасским мифам, в далекие времена жил вещий старец и звали его Борус, который предвидел надвигающийся мирный потоп. Он соорудил корабль, куда посадил всех зверей и птиц. А лишь мифический зверь Аргылан Мамонт и птица Горуда, двуглавый орел с телом человека, отказались сесть на этот корабль, рассчитывая на свои силы. Но на 39-й день птица Горуда не выдержала и села на голову Аргылана. И они оба утонули. С тех пор, говорят, мифические чудовища Аргылан Мамонты, вымерли. Когда вода стала убывать, Борус пристал к показавшейся суше. И это была та самая вершина Стоянского хребта, который в честь хакасского Ноя назвали Борусом. Нашли себе палки. Чтобы удобнее было идти, когда вверх поднимаешься, на вершину, то палкой зацепляешься, она помогает. А еще змеи, чтобы их отпугивать, пугать, стучать. В горах много водопадов и озер. Еще плюс, это малое количество насекомых. Сколько раз я бы там не была, ни разу не встретила комаров или мошкары. И это очень приятно, когда ты сидишь на мягком мху, любуешься природой, и тебе ничего не мешает и не отвлекает. А еще на вершине растет Саган Дайля. Кустарник из вида рододендроновых. Такие встречаются в Монголии, Бурятии и на Алтае. Отвар из Саган Дайля. Традиционно пьют шаманы. В Тибете используют в качестве лекарственного средства при нервных расстройствах. А в Сибири все его знают как мощный энергетик. А вот из живности тут часто можно увидеть брундуков и пищух. Это такие маленькие морской свинки с большими ушками. Они живут в камнях и звонко пищат при приближении опасности, то есть человека, видимо, передавая друг другу сигнал. Также, как и в любых горах, здесь есть змеи. Когда мы только начали маршрут, мы встретили молодых людей, которые сказали нам, что только что на дороге видели змею. Мы взяли палки, чтобы при случае их можно было отогнать и внимательно смотрели под ноги. Также многие боятся и спрашивают линк или наборости медведей. Ну, я уточнила специально в визит-центре бывали ли случаи появления медведей. И работник парка мне сказал, что людей так много, что медведи уже давно ушли из этих мест. В визит-центре нужно будет отметиться. Работник парка запишет ваши данные в журнал и попросит оплатить 35 рублей за вход. Дети до 10 лет бесплатно. На четыре с половиной часа по вот такой дороге. И только после этого... Ну, вот наша тропа состоит из корней, камней и уходит вверх. Но, благо, что много остановок, беседок. Все очень живописно. Можно с отдыхом спокойно идти, отдыхая. Еще в горах принято здороваться с каждым, кто встречается у тебя на пути. Там это не просто приветствие, а пожелание здоровья, что в горах очень актуально. Традиция здороваться... Давние времена, когда на тропе можно было встретить как мирного путника, так и врага с недобрыми намерениями, тогда приветствие буквально означало, я не причиню тебе вреда и можешь попросить меня о помощи. А Марианне очень понравилась эта традиция. И она с удовольствием со всеми здоровалась. Вдалеке даже завидев людей, уже кричала им приветствие. И, конечно, это умиляла прохожих. И они уже с улыбкой доходили до меня. И мы приветствовали друг друга. А также в горах есть отличная традиция оставлять стоянку чище, чем она была до вас. Ведь важнейшая задача туриста сохранить природу в провозданном виде. Не мусорить, не оставлять мусор. Или свести к минимуму следы своего пребывания в горах и в лесу. И еще хорошая традиция в горах это гостеприимство. И является важным моментом в походе. Например, группу, зашедшую на вашу стоянку, принято приглашать к костру и угощать чаем. И мы решили пойти к водопадам. Тем более, что я там ни разу не была. Это один из самых простых маршрутов. Расстояние в 7,5 километров. До вершины предполагалось 12 километров. А высота над уровнем моря на водопадах примерно 1200 метров. И туда многие ходят с детьми. А в жару даже купаются. Вода, правда, ледяная. Там есть небольшие заводи, где вода прогревается. Дойдя до водопада, мы набрали чистой, вкусной горной воды. Устроили пикник на мягком мху, облокотившись на кедр. И перекусили. Тогда было на часах уже 18 часов вечера. Солнце ушло за гору, на другую сторону. И уже близился закат. Я поняла, что нам нужно возвращаться. Ведь идти обратно нам до остановки около 9 километров. Уходя с водопадов, я заметила палаточный лагерь. И поняла, что это достаточно популярное место. И можно запросто прийти. Даже если вы одни, например. То расположиться рядом, неподалеку с чьей-то палаткой, чтобы было не страшно. Потому что там достаточно много палаток. Собирались уже люди на ночевку. Субтитры сделал DimaTorzok С вершины можно увидеть близлежащие окрестности. Горнолыжный курорт Гора Гладенькая, Мраморную гору, Хакасскую степь. И даже при хорошей погоде горы Ергаки. Также города Саиногорск и вдали Абакан. И, конечно же, близлежащие водохранилища и Саиношушинскую ГЭС. Субтитры сделал DimaTorzok Крепту проходит несколько маршрутов различной сложности. И по пути они обозначены указателем. А наверх ведет таежная тропа. Через несколько благоустроенных для привала стоянок. Подниматься на вершину нужно по Курумнику. Так называют здоровенные волны и сыпучие камни. А я в этот раз, к сожалению, так и не попала на вершину чудесной горы. И когда я уже принимала решение и рассчитывала время, сможем ли мы дойти до перевала и вернуться обратно до темна на автобусе, я поняла, что это невозможно. Если бы мы вышли хотя бы в 8 утра, тогда мы бы успели до 8-9 вечера спокойно вернуться, подняться на вершину и вернуться обратно. Рога проходила у нас уже в сумерках, и мы ускорили шаг. На обратном пути мы встретили 2-3 компании. Всего лишь людей, которые уже шли с большими рюкзаками и палатками для того, чтобы переночевать. А уже в конце на выходе мы постречали большую компанию родителей и детей. И я заметила, что ребятишкам было 3 и 5 лет. Они тоже были с рюкзачками, и компания неспокойно шла, поднималась. А вот тут такой пример, что и маленьким детям эта дорога по силам. А для однодневного похода прихватите с собой воды. Ее всегда можно наполнить либо в родниках, либо в горной речке. Конечно же, возьмите перекус, желательно со вкусняшками, чтобы порадовать себя, когда вы будете уставшие, отдыхать на стоянке. Можно взять с собой дождевик. На случай дождя, как было у нас на обратном пути, нас застал небольшой дождик. Мы к этому были совершенно не готовы. Еще советую взять с собой фонарик, потому что если вы задержитесь, и у вас сядет батарейка на телефоне, а освещать дорогу будет нечем, то вам пригодится фонарик. Так было у меня в первый раз, когда я ходила с подругой Алиной. У нас у обоих сели телефоны от бесконечных снимков. И мы шли обратно уже по темнеющему лесу. У нас не было фонариков, и телефоны не работали. Мы практически шли на ощупь. Даже немножко заблудились, но потом поплутали и вышли на правильную дорогу. Вот такие воспоминания у меня в первом разе. Ну а приятным завершением нашего похода стала девушка, которая подвезла нас на машине до остановки. И как раз мы возвращались обратно. Полпути ее было уже по дороге пройдено. Она остановилась и любезно предложила нас подвезти. Она тоже шла с гор. У нее был однодневный поход, и она поднялась до вершины и вернулась обратно. То есть это вполне реально, и многие это практикуют. Она довезла нас до автобусной остановки, и как раз уходил последний автобус. То есть уже было темно. Ну а по приезду мы от души напарились в бане. Сняли физическую усталость, зарядились энергией. На следующий день уже планировали поход за грибами и брусникой в бор, сосновы. Но это уже другая история, и она тоже будет на моем канале. Если вы любите горы, то ставьте лайки, пишите в комментариях, что было вам полезным. Конечно, подписывайтесь и смотрите мои новые выпуски. Спасибо вам за внимание.